Нецензурные надписи и мусор в подъездах явление нередкое. Жители нескольких домов в Люберцах провели экскурсию по подъездам и рассказали, как лестничная клетка может превратиться в место преступления. Яркий пример тому, когда творческому порыву некуда деться, а в художественные школы не берут. Для таких людей стены в подъездах – это холст. Жители дома номер 7 на Октябрьском проспекте искусство не оценили. Росписи стали устраивать на площадках, на стенах везде. У лифтовых, на лестничной площадке. Даже вот картину, чтобы было красиво, повесили, и то её разрисовали. Чтобы хоть как-то побороть вандализм в подъезде, жители установили камеры видеонаблюдения. На них попался один из хулиганов. Незнакомец перекрутил дверцы почтовых ящиков. И вот мы не знаем, как с этим бороться. Мне за дом очень обидно, потому что хочется, чтобы была всегда чистота и порядок. С лестничных клеток доносится резкий запах. Вандалы превратили подъезд в туалет и свалку. Буквально дня три назад у нас была жалоба на засор мусороциспровода. Подрядчик пришёл, прочистили, промыли, засыпали, всё убрали и всё вычистили. Это было после обеда. На следующее утро снова три жалобы на засор мусоропровода. На пятом этаже жители делают ремонты. И весь строительный мусор сыпят в мусоропровод. Похожая картина в доме 5 на улице Колхозная. Здесь 20 августа начался ремонт подъезда. Последствия ночных посиделок на лестницах пока устранили не полностью. Вот это бомжи. Как сейчас наступит холода, мы от них не успеваем отбиваться. Они ночуют на этой лестнице, и чтобы не было холодно лежать на цементе, они берут, срывают двери. Боимся пожар получится, потому что уже был такой случай, что один бомж тут запалил бумагу, мы тут испугались. Боятся и жители дома 34А на улице Космонавтов. Сломанные двери вандалы выбрасывают с общего балкона, попали на машины. Так каждый день жители рискуют здоровьем и жизнью. Женщину в этом году чуть не изнасиловали около лифта. Здесь все было, в милиции было все. Прямо здесь сидел, около лифта, она лифту звала, она бросилась на нее. Ходить по лестнице в этом доме можно только с фонарем. Вандалы разбивают светильники и вырывают короба для защиты проводов. Я вам даже могу сказать, вот только мы отремонтировали, наше ремонтное производственное управление, у нас РПО приходит, отремонтирует только все это. Приводит в порядок. Буквально на неделю все это хватает. Через неделю обратно все в таком же состоянии. Ремонт в домах городского округа проводится один раз в пять лет. Однако обновленные подъезды не выдерживают и месяца, превратившись в самодельную галерею, общественный туалет и просто небезопасное место. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.